добрый день мои дорогие друзья сегодня мы продолжаем с вами на нашем канале переводить и анализировать текст который я подобрал из интернета и в процессе анализа мы будем наблюдать за языком будем смотреть какие сложности грамматические лексические и контекстные у нас будут встречаться в тексте после этого я вам как обычно покажу готовый перевод расскажу о том какие приемы используются как правило при переводе художественной литературы технической литературы начнем с того что теория перевода это целая наука и если вам это интересно вы можете заглянуть в интернете поискать учебники в которой в которых будет подробно расписаны все приемы которые используют переводчики для интересного грамотного перевода я для начала вам обозначу назову те приемы которые приняты для перевода но это прежде всего чтобы только знали вы хотя бы для начала транскрипирование транслитерация эти два приема относятся к переводу скажем имен собственных когда переводчик выбирает каким способом переводить название городов имен людей фамилий может использоваться один из этих двух способов а следующий прием многим известны это калькирование калькирование еще один прием довольно таки известный среди переводчиков это лексико грамматические замены сюда входят такие приемы как конкретизация генерализация смысловое развитие для того чтобы объяснить все эти приемы нужно смотреть в текст будет и анализировать уже в тексте но кому не терпится уже сейчас это все посмотреть можете найти учебник и там все это будет расписано с примерами пятым приемом перевода является синтактические трансформации синтаксические трансформации эти это трансформации которые связаны уже с изменением предложений до в готовом переводе к ним относятся к этим трансформациям членение предложения когда например длинное предложение в оригинале переводчик начинает делить надо на несколько более кратких или коротких предложений объединение предложения это другой способ когда наоборот в оригинале предложение слишком короткие и переводчик считает что необходимо их удлинять грамматические замены когда переводчик вынужден или или хочет для каких-то своих целей менять менять части речи представлены в оригинале на части речи представлены на другие части речи представлены в готовом переводе шестым приемом перевода является комплексные замены сюда можно отметить антонимический перевод экспликацию компенсацию и наконец опущение как видите способов перевода от большое количество и все они используются опытными переводчиками особенно в художественной литературе технической литературе это используется меньше но для того чтобы узнать более подробно об этих способах перевода мы конечно будем на них обращать внимание в процессе наших переводов ну и также вы можете об этом почитать соответствующей учебной литературе и так сегодня мы с вами будем анализировать и переводить очень занимательный занятный я бы сказал текст который представлен в журнале pageant американский ежемесячный журнал который издавался начиная с сороковых годов по 70-е и если знаете это слово pageant переводе означает маскарад или яркое шоу и и журнал этот посвящен вопросам моды культуры светской хроники издавался он ежемесячно и данная статья вышла в этом журнале в ноябре 1966 года как мы видим давайте посмотрим на эту статью по анализируем что здесь у нас есть потом посмотрим перевод и поговорим о том какие использовались приемы и так queen elizabeth the second королева елизавета 2 обратите внимание дальше идет прямая речь весь текст закавычен от первого до последнего слова это впечатление одного из участников встречи с этой королевой и так первое предложение she has a rare lowliness у нее редкое очарование она была обладает редким очарованием в принципе ничего сложного present simple с глаголом have новое слово для вас может быть ловли не с ловли не с ловли не с понятно можно посмотреть словаре i have felt this away since a few years ago when i was invited by president эйзенхауэр to be part of the reception committee for queen elizabeth who was visiting the white house during the tour of the united states хорошо опять же сложное предложение давайте его разобьем на части и попробуем проанализировать айхэр фэлдис way since a few years ago я хэр фэлт прочувствовал это да почувствовал себя таким образом начиная с момента несколько лет назад когда это был в районе was invited by president and is in how to be part of the reception committee когда я был приглашен президентом эйзенхауэр участвовать в приеме или в комиссии по приему королевы елизаветы здесь i was invited это пас simple пассивный залог глагол be в прошедшее время не причастие прошедшего времени я был приглашен которая посещала белый дом во время поездки по соединенным штатам которая посещал их у вас в языке здесь пост континьюз которая посещала который посещал белый дом понятно итак видите сложное предложение много здесь до много вставок в этом предложении но все мы увидели и разобрали следующая мысль now i'm a celt and the instinctive idea of a celt to a monarch especially a british monarch is automatically not the most flattering следующая мысль я не кельт а им а им а извините а им и кельт я кельт а им и цельт я кельт и инстинктивная инстинктивная идея кельта о монархе в особенности о британском монархе автоматически не самое льстивое то есть мнение кельтов о монархе не льстивая то есть до жители уэльса кельты они к монархам относятся не с подобострастием для того чтобы понять почему нужно вспоминать историю англии вспоминать как все было непросто да как великобритания не сразу стала великобритании до поначалу это были разные королевства и отношения с ими были совершенно разные вот про это здесь воспоминания здесь в первой части i'm a celt я кельт present simple дело сейчас происходит поэтому present simple по голби идея кельта из автоматикали not the most flattering это тоже present simple автоматически не очень льстивая следующая мысль but i went anyway not with any enthusiasm but out of curiosity since i had never in my life seen a queen and i wanted to see how she behaved но первая часть я пошел тем не менее по simple i went дальше он объясняет каким образом он пошел not with any enthusiasm не с каким-либо энтузиазмом без энтузиазма but out of curiosity но скорее из любопытства да since поскольку i had never in my life seen a queen здесь i had never seen a queen я никогда до этого в жизни не видел королеву past perfect да задана задана точка в прошлом и до этой точки он до этого никогда не видел а точка это вот прием следующая часть and i wanted to see how she behaved и я хотел посмотреть как она себя вела я хотел по simple i wanted да how she behaved she behaved тоже по simple видите да очень много очень много частей у этого предложения до отдельных и поэтому оно сложное следующее предложение we were all standing on the steps of white house дальше нас переносит уже непосредственно к событию мы все стояли на ступенях белого дома и здесь посмотрите здесь уже используется past continuous мы стояли значит включается уже новая реальность да вам показывает какой-то процесс уже мы стояли и дальше продолжается итак продолжается картинка которая у нас рисуется перед глазами шел дождь it was raining опять past continuous as i remember насколько я помню это present simple ever so lightly но очень очень легкий дождь шел but it was raining но все же он шел но все же дождь шел and the queen drove up in an open car и королева подъехала в открытой машине видите королева draw up это фразовый глагол drive drive up прошедшее время draw up фразовый глагол past simple и видите классика жанра у вас был past continuous когда вы описывали фоновые действия мы стояли шел дождь да и подъехала королева краткое действие на фоне длительного действия следующее the americans didn't quite know what to do with royalty there was no applause just the sound of the light rain the sound of the moving car but otherwise utter silence давайте разбираться здесь the americans американцы didn't know не знают совершенно не знают didn't quite know не знают what to do with royalty что делать с царскими особами как встречать царских особ да как с ними себя вести there was no applause аплодисментов не было past simple с глаголом be конструкция there was just the sound of the light rain только звук легкого дождя the sound of the moving car звук движущейся машины but otherwise utter silence но в остальном но в остальном абсолютная тишина понятно да ну тут сложного на самом деле ничего не было просто нужно было повнимательнее посмотреть на все подлежащие на все части этого предложения на все сказываемые следующее i really don't know if this upset the queen but when she came out of the car i could detect what i sometimes see on the stage a muscle a tiny little muscle quivering when it shouldn't have been ну здесь видимо самая центральная мысль это этой статьи небольшой но все-таки яркой достаточно и что же мы видим i really don't know if this upset the queen ага я реально не знаю я на самом деле не знаю if this upset the queen расстроила ли эта королева но when she came out когда она вышла из автомобиля came out фразовый глагол i could detect я смог уловить или я смог заметить определить уловить what i sometimes see on the stage то что я иногда замечаю на сцене идет ссылка к театру да что же он замечает на сцене у актеров а именно a muscle мускул a tiny little muscle крохотный мускул quivering when it shouldn't have been дрожащее от волнения когда когда это не подобает когда это не должно происходить он уподобляет королеву актрисе и говорит что заметил у нее волнение на лице но что же было дальше i was suddenly overwhelmed by this little woman и сразу после этого как только он это увидел да что королева пыталась всячески скрыть свое волнение я был внезапно очарован этой маленькой женщиной внезапно очарован i was overwhelmed пассивный залог да здесь глагол be есть и причастие прошедшего времени я был очарован этой маленькой женщиной despite my welshness and my rejection of royalty i suddenly saw all the majesty all the brilliance of our western civilization embodied in her дальше он пытается объяснить почему почему же он был внезапно так очарован этой маленькой женщиной несмотря despite my welshness несмотря на мою уэльскость несмотря на то что я из уэльса и несмотря на мое отрицание монархии как таковой я внезапно увидел все благородство и все великолепие нашей западной цивилизации воплощенной в ней понятно королева поднималась по ступеням белый дом он увидел выражение ее лица проникся к ней очарованием и сделал вывод о том что в ее лице он увидел все величие западной цивилизации давайте посмотрим на окончательные приложения и увидим насколько человек восхищен увиденным когда она взбирала когда она поднималась по ступеням белого дома я ощущал ее или я видел в ней одну из самых прекрасных женщин мира здесь есть world most beautiful women world это мир да притяжательный падеж принадлежащий миру most beautiful самые красивые женщины одну одну из самых красивых женщин да я увидел в этот момент and i'm not hoping for a knighthood и я не надеюсь на посвящение в рыцаре ну это уже автор пытается с высокой ноты да когда он высказал главную мысль это это этой статьи немножко уйти с этого пафоса и обернуть все немножко в шутку и я надеюсь и я не надеюсь что за эту статью да за то что я так восхищен королева не зайдет до меня и посвятит меня в рыцаре да я не надеюсь стать рыцарем автор Ричард Бартон как вы видите статейка достаточно очаровательная описывается рядовой может быть не рядовой момент посещение английской королевы США оказывается она там была в 1966 году в том самом году ей исполнилось 40 лет она совершала знакомительный тур по Америке и вот нанесла визит президенту Эйзенхауру видите здесь есть возможные культурологические сложности для переводчика нужно знать отчасти историю США почему автор статьи говорит о том что он не воспринимает монархию в США не принята монархия в США руководит страной президент вот тут же он говорит о том что он кельт то есть видимо этот человек по родителям или по своим предкам урожден в Великобритании он чувствует неразрывно тоже эту связь вот нужно знать историю Англии чтобы знать о том кто такие кельты что такое Уэльс и об отношении кельтов и Уэльса к английской короне да много что собственно говоря нужно знать для того чтобы перевести хорошо перевести красиво перевести этот текст давайте мы сейчас с вами посмотрим что получилось попробуем увидеть какие были использованы приемы и будем подводить итоги и так давайте вначале прочитаем перевод потом будем смотреть что здесь интересно пейджент ноябрь 1966 года королева Елизавета вторая она наделена редким очарованием я почувствовал это с того момента когда несколько лет назад президент Эйзенхауэр позвал меня на торжественный прием в честь королевы Елизаветы наносивший визит в Белый дом в ходе ее поездки по Соединенным Штатам я урожденный кельт и интуитивное отношение кельта к монарху в особенности к британскому автоматически не самое льстивое но все же на тот прием я пошел правда без энтузиазма а скорее из любопытства поскольку никогда в жизни королеву не видел и мне было интересно посмотреть как она себя держит и вот мы стоим на ступенях Белого дома шел дождь насколько помню не сильный но все же шел и королева подъехала в открытой машине американцам неведомо как вести себя с царскими особами аплодисменты не зазвучали слышен был лишь шум дождя и шорох подъезжающего авто а в остальном полная тишина не знаю расстроила ли это королеву но когда она вышла из автомобиля я уловил то что порой вижу на сцене мускул крохотный мускул на ее лице едва заметно выдающий волнение в неподходящий момент внезапно я ощутил безграничное очарование этой маленькой но сильной женщины несмотря на свои уэльские корни и на мое неприятие монархии как таковой я внезапно узрел все благородство и великолепие нашей западной цивилизации воплощенной в ее величестве и когда она поднималась по ступеням белого дома она казалась мне самой прекрасной женщиной в мире и поверьте я отнюдь не напрашиваюсь в рыцаре Ричард Бартон как вы видите тектик получился достаточно небольшой с одной стороны развлекательный с другой стороны немножко патриотичный немножко напыщенный но он передает то самое время и время это действительно уже былинное 66 год прошлого года многих многих еще и не было на свете в то время вот а уже в принципе вот такие события происходили ну давайте посмотрим здесь на самом деле пришлось много поредактировать и в принципе перевод был достаточно сложен значит ну тут мне пришлось немножко уходить от так скажем дословного перевода приходилось здесь сделать и синтактические трансформации вот и приходилось сделать и кое-где генерализации обобщения да из от частного от частного к общему вот приходилось мне здесь использовать и такой прием как транскрибирование транскрибирование когда я переводил например ричард бартон да имя собственное то есть вот посмотрел я на это имя и фамилию использовал способ перевода транскрибирования вот в принципе вот получился такой переводик интересно было бы узнать ваше мнение мы с вами на сегодня анализ текста заканчиваем прошу вас по возможности присылайте свои комментарии если есть желание можете сами попробовать попереводить и прислать мне ваши переводы на этом я сегодня наше занятие заканчиваю спасибо большое за внимание всего вам доброго спасибо спасибо Продолжение следует...